Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик, и сегодня мы будем менять корпус на моей PSP. Полтора года назад в одной из распаковок посылок я уже показывал, что заказал вот этот корпус и обещал, что поменяю его на своей PSP. К сожалению, быстро я это сделать не смог. Как видите, спустя полтора года корпус так и остался в запакованном состоянии. Кто помнит ту распаковку, у этой PSP есть проблема. У нее глючит стик. Сама PSP полностью в рабочем состоянии. Это фатка, то есть самая первая модель, тысячная. И проблема глюка стика заключается в том, что стик прижимается к материнской плате за счет самого корпуса. От времени винты в корпусе расслабились, сам пластик уже не прижимается плотно друг к другу, и, соответственно, контакты стика уже полностью не прижимаются к материнской плате, из-за чего он не работает. Единственным выходом является поменять сам корпус. Погнали! Давайте я продемонстрирую проблему самого стика. Возьмем GTA Vice City. Чем мне нравится эта PSP, то что это самая первая модель, и она полностью в рабочем состоянии. У нее идеально работает дисковод, но вот случилась такая проблема со стиком, что мешает играть. И вот видите, уже проблема. То есть персонаж начинает сам произвольно бежать, потому что стик... Вот, смотрите, если я сейчас сожму половинки корпуса PSP пальцами, то более-менее я уже могу управлять персонажем, потому что стик начинает прижиматься к материнской плате. И то все равно. Чтобы он стал на месте, надо прям силой сдавить корпус, чтобы контакт вниз не начинал срабатывать. Вот только тогда еще как-то получается играть. А в свободном состоянии корпус, видите, какая щель. Он уже не держится друг с другом, из-за чего стик просто живет своей жизнью. И на замену этому корпусу я заказал такой же обильный корпус. К сожалению, я наслышал о проблеме китайских корпусов с Алиэкспресс. То, что качество их отливки очень-очень плохое, из-за чего, соответственно, многие детали, они плохо друг с другом тоже стыкуются. Я даже слышал, что некоторые моменты приходится дорабатывать напильником. И моя задача заключается в чем? Здесь есть кнопки испишные. Вот. Я специально заказал белый корпус, хотя изначально я думал заказать корпус желтого цвета, но в итоге подумал и заказал белый корпус только лишь с одной целью, чтобы максимально перенести все детали оригинальные в этот корпус. То есть кнопки, вот эти вот, получается, кнопки и всякие остальные детальки, всякие заглушечки для карты памяти, ну и все остальное прочее, я постараюсь по максимуму взять с оригинального корпуса. Так сказать, постараться по минимуму утратить ее оригинальность. По большей части постараюсь именно использовать только лишь две половинки корпуса для замены. Ну и перед тем, как менять корпус, соответственно, нам надо разобрать старую приставку. Снимаем все элементы. Аккумулятор, UMD диск, карту памяти. Откручиваем четыре винта под аккумулятором, два из которых находятся под наклейкой. Два винта с правой стороны. Один у меня давно потерян. Сразу решил перенести кнопки и джойстик с верхней панели на новую. На оригинальных кнопках шрифт светлее и тоньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к основной части. Сначала снимаем блок кнопок под экраном. Не забываем, что все шлейфа в PSP тонкие и их легко повредить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы снять экран, по бокам надо вытащить его из пазов. Отключаем два шлейфа экрана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откручиваем металлическую рамку. Прошлый хозяин PSP уже разбирал ее и не все винты поставил на место. Будьте внимательны при разборе своей PSP. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отключаем блок кнопок со стрелками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем динамики. Отключаем и снимаем плату с кнопками. Откручиваем и отключаем гнездо зарядки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отключаем шлейф дисковода и снимаем основную плату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откручиваем металлический экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу по возможности перекидываем на новый корпус заглушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Снимаем крышку дисковода и откручиваем 4 винта самого дисковода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сборка консоли происходит в обратном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошло две недели с того момента, как я начал записывать этот ролик. Это, наверное, один из самых долгих роликов, которые я снимал на канал, потому что еще ни один ролик у меня не занимал, аж целых две недели. На самом деле, заменить корпус на PSP оказалось еще той головной болью. Сейчас я объясню, почему. Во-первых, китайский корпус оказался плохо отлит. На заводе было очень много дефектов, которые пришлось устранять напильником и надфилем. Во-первых, разъем для наушников не помещался в отверстие корпуса, поэтому пришлось расширить отверстие с помощью надфиля, чтобы он сюда аккуратненько поместился. И когда я собрал эту PSP, в итоге корпус все равно не смог закрыться. То есть джойстик не работал. В итоге я обнаружил огромную щель между частями корпуса в районе джойстика, которая никак не хотела закрываться. Пришлось разбирать PSP заново, и что я там обнаружил. Одна из стоек китайского корпуса оказалась выше, чем оригинальная стойка родного корпуса, что мешало половинкам консоли плотно закрываться друг с другом. В итоге я эту стойку смог обрезать, и чудо, корпус наконец-то полностью закрылся, PSP смогла собраться плотно. Но не тут-то было. Джойстик все равно не работал. На PSP FAT модели, если джойстик полностью не касается платы, то это считывается, что джойстик опущен вниз. Так у меня было на старом корпусе, потому что джойстик не прилегал к токопроводящей резинке, из-за чего плата его просто не видела, и постоянно во всех играх персонаж бежал вниз. После сборки корпуса эта проблема ушла, но оказалось то, что сам джойстик у меня тоже плохо работает. В итоге мне пришлось заказать новый джойстик. На всякий случай я также заказал новую токопроводящую резинку. Я просто уже устал ремонтировать эту PSP, поэтому я решил полностью поменять все комплектующие для работы джойстика. Также попутно я заказал новые резинки под кнопки, потому что кнопки в виде стрелок плохо работали, из-за того, что резинки были уже старые, и часть из этих резинок была порвана. И у чуда, спустя две недели, когда мне пришли все эти оставшиеся запчасти, я их поставил на место, собрал PSP снова. Да-да-да, я эту PSP уже просто разбирал несколько раз. В итоге PSP заработало. Еще одним из недостатков китайского корпуса оказалось то, что крышка UMD дисковода, она неплохо прилегала, из-за чего UMD диски не читались. В итоге мне пришлось поставить крышку родную от оригинального корпуса, так как она лучше подходила, чем китайская крышка. В итоге сейчас PSP стала полностью отреставрирована в идеальном состоянии, джойстик, кнопки, все идеально работает, UMD диски читаются. И теперь, наконец-то, это PSP займет достойное место на полочке в моей коллекции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой вердикт такой. Если корпус на вашей PSP уже тоже в плачевном состоянии, как был корпус на моей PSP, лучше попробовать найти донора с нерабочей платой, экраном за небольшие деньги и взять корпус от оригинальной PSP, потому что это вызовет меньше геморроя у вас при замене корпуса. Если же не получается найти донора корпуса с оригинальной PSP, то тогда уже можно заказать китайский корпус, но готовьтесь к тому, что корпус будет плохо стыковаться и без напильника вам PSP не собрать, то есть корпус придется дорабатывать. Если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на этот канал, если вы здесь оказались впервые и до новых встреч, всем пока!